Сегодня рассмотрим кратко группы комитетов IEEE 802, какими стандартами они занимаются. И потом посмотрим технологию Ethernet и метод доступа CSMA и CD. Итак, группа комитетов IEEE 802 занимается локальными сетями. Ну, как локальными. Некоторые локальные сети очень большими получаются, например, в IMAX. Нумерация стандартов IEEE. Следующая. В группе комитетов IEEE 802 выделяются отдельные комитеты, ответственные за какую-то технологию или группу технологий. Они просто номеруются цифрой. Дальше за цифрой может следовать прописная буква или набор букв. Это конкретный стандарт. И если следует строчная буква или набор строчных букв, то это дополнение стандарта. Часть стандарта, ну кусочек стандарта фактически. Чаще всего вы встречаете именно такие варианты. То есть, со строчными буквами. Итак, кратко рассмотрим, какие комитеты у нас есть. 802.1 это комитет интернет-воркинг, объединение детей. Достаточно крупный комитет. В него относят стандарты, которые можно отнести к разным технологиям. То есть, это стандарты, объединяющие разные технологии. Какие стандарты вам тут наиболее интересны? У нас перечислены стандарты просто для понимания. Видите, большими буквами обозначены сами стандарты и строчными буквами. Под стандарты, дополнения и так далее. Наиболее интересный, наиболее применимый вами стандарт, это будет 802.1.q. 802.1.q. это стандарт на применение в LAN, виртуальных и локальных сетей, на базе канального уровня. Когда вы будете более подробно изучать локальные сети, вы с этим стандартом обязательно столкнетесь. 802.2.2. Это комитет, занимающийся LLC. Про LLC мы уже говорили. LLC выделен в отдельный подуровень, под давлением IBM. Ну и поскольку он входит в стэк протоколов, в модель I882, как бы необходимо его применять везде. Ну, как вы увидите на примере Ethernet, эту необходимость можно тоже обойти. 802.3. Этот комитет занимается Ethernetом. Ну, поскольку первичный Ethernet использовал технологию CSMACD, то этот комитет занимается и этой технологией. Комитет вобрал в себя первичные наработки по Ethernet и дальше, как бы, улучшает их. Следует заметить, что в рамках Ethernet опора идет именно на стандарты де-факто. То есть, направление идет не только комитетские стандарты внедрять, но и брать стандарты, фактически возникшие в отрасли, и делать их стандартами де-юре. Естественно, тут куча подстандартов. Каждый подстандарт отнесен к определенной технологии. Ну, так получилось, что эти номера знают в основном специалисты, а мы знаем просто технологию Ethernet. На данный момент 10-мегабитный Ethernet практически не используется. В основном используется как дешевый 100-мегабитный и как современный, тоже недорогой, гигабитный Ethernet. 10-гигабитный, 40-гигабитный, это более дорогие решения, применяющиеся в корпорациях. Значит, тут у нас все перечисляется, все это по стандарту, видите, по стандарту очень много. Тут, вы видите, уже исчерпываются однобуквенные названия стандартов, дальше пойдут уже двухбуквенные и так далее. Вот у нас АЕ, 10-гигабитный Ethernet и так далее. 40-гигабитный после 10-гигабитного идет, потому что скорость... Ну, в Ethernet, в телекоммуникациях, не в телекоммуникациях, а в локальных сетях у нас скорости возрастает в 10 раз. А в телекоммуникационных сетях вот такая вот скорость, которая на 4 умножается, в 4 раза возрастает, более применима. Соответственно, чтобы было похоже на глобальные телекоммуникационные сети, скорость вот 40-гигабит видена была. Токенбас мы уже обсуждали. Это вариант сети, который в коммерческом виде назывался Аркнет. Основное его преимущество, что это была очень дешевая сеть, что было крайне важно на первых этапах развития. И, например, у нас в 90-е годы гналась она по телефонной паре. Даже по лапше можно было гнать её, не в этой паре. И, естественно, спокойно так умерла. Ну и для удешевления, например, там был мак-адрес 16 бит, а не 48. Всё, чтобы удешевить. Токенринг. Токенринг – это чудесная технология, очень хорошая. Продвигалась компания IBM. Застыла на скорости 16 мегабит в секунду. Впрочем, имела все возможности к дальнейшему развитию и расширению, но помешала Ethernet. Ethernet был а – дешевле, и б – он был свободным. То есть, если у нас токенринг – это корпоративный стандарт, то Ethernet очень быстро отошёл от статуса корпоративного стандарта. То есть, от 3.com очень быстро перешёл в IEEE 802. 802.11 – это цифры, которые у вас, естественно, на слуху, потому что это Wi-Fi. Всегда на коробочках пишут номер стандарта для завлечения от роутеров и так далее. Тут очень большое разнообразие. Первоначально использовались два диапазона частоты 2,4 и 5 ГГц. Потом, это те диапазоны, которые в большинстве стран нелицензируемые. То есть, для того, чтобы работать, для них лицензия не нужна. Поэтому они, собственно, и использовались. Таким образом, в начале было 802.11а – это 5 ГГц, потом B – это 2,4. И идеология была такая же, как Ethernet. То есть, дёшево. И Legacy. То есть, мы сохраняем преемственность. Если у вас, в начале, конечно, было два диапазона, а потом пришли двухдиапазонные приёмники, которые могли выбирать диапазон или работать двухдиапазонных. И также с маршрутизаторами и точками доступа и так далее. Вот у нас они перечислены стандарты. Стандарт развивается достаточно интенсивно. Скорости, конечно, уже становятся космическими. На бумаге. В реальности, конечно, скорости не такие большие. Современные стандарты – это 802.11n для частоты 2,4 ГГц. 802.11ac и ax, ну и потом az – это для частоты 5 ГГц. Ну, сейчас ac уже везде есть, а x постепенно вводится. Стандарт 802.12. 100 ВГ и нила. Возник. Опять же, это не комитетский стандарт, он из индустриального возник. Собственно, данная технология была создана для... Как альтернатива Ethernet, Fast Ethernet. Тот тоже был 100 Мегабитный. Идеологически эта технология наследовала Токен Рингу. То есть, можно сказать, это Токен Ринг Next Generation. Но она наследовала и такие недостатки Токен Ринга, как дороговизна и повышенные требования к оборудованию и кабельной системе. Ну, в общем, победил Ethernet. Почему победил? Трудно сказать. Вот с фактом можно придумывать разные вещи. Но, когда в 90-х годах была битва между Fast Ethernet и 100 ВГ и нилан, казалось, что 100 ВГ и нилан даже имеет больше преимуществ. Ну, да, технически имел больше преимуществ. 802.15 это разные беспроводные сети. Из них, вам интересно, это Bluetooth. Везде есть. ZigBee. Тоже очень хороший стандарт. Стандарт для сетей с малой энергоемкостью. То есть, сенсорные сети, например. Так, чтобы от одной зарядки, грубо говоря, от одной батарейки, несколько лет работал сенсор. Очень хорошая технология была. Но, поскольку разработчик этой технологии заметил её развитие из-за патентов и требований оплаты за неё, то она и сейчас существует, но как-то рывка не получилась. То есть, она на данный момент полумёртвая. Ну, из-за того, что сразу захотели, чтобы вначале заплатили за неё деньги, а потом мы вам отдадим. 802.16 это WiMAX. WiMAX очень хорошая технология. Её пропагандировал Intel, например. выпускал микросхемы для неё. Даже была, опять же, битва между WiMAX и LTE. Кто победит? LTE это телекоммуникационная технология, сотовая связь. WiMAX очень похожая была технология. Тоже, пожалуйста, соты, но идеологически она была всё-таки росла из локальных сетей. Но, Intel её и убил. Отказался поддерживать, отказался выпускать оборудование. Ну, и она спокойно умерла. Многие поставщики WiMAX, например, в России и Yota, плавно переключились с WiMAX на LTE. Ну, в принципе, вот это тот список технологий, которые вам необходимо знать. И имейте представление.